Ты это то что ты ешь Амут лося Поехали Всех приветствую на своем канале С вами Дикий Лось Вы давно просили снять с меня рацион моего питания на день И сегодня я это сделал Давайте изначально расставим все точки над И Первое, мой рацион питания Он не является каким-то эталоном Не нужно ему подражать Так как я всегда говорил, что я ем практически все подряд Второе, это рацион питания один из моих дней Это не значит, что каждый день я кушаю именно эту пищу Так как питание, как и тренировки должно быть разнообразным Плюс фишка этого видео будет то, что я попытаюсь отснять свой дневной калораж Ранее этого не делал Я только мог предполагать, сколько калорий я съедаю за день Калории у меня считает жена В этом она мне сегодня и поможет Я всегда плотно завтракаю по утрам Потому что завтрак это основа крепкого здоровья И хорошего настроения на весь день Как ранее вы могли видеть из моих видео По утрам натощак я выпиваю стакан воды Примерно раз в месяц я делаю защелачивание организма Я пью воду с лимоном в течение 3-4 дней Раз в месяц такое происходит Сегодня вода у меня обычная Просто теплая комнатная температура водичка И вообще в течение дня я пью достаточно много воды От 2 до 3 литров Сегодня я буду варить себе овсянку Если я сегодня ем овсянку Завтра я например буду есть перловку или пшенку Либо еще какую-то другую кашу Суть в том, чтобы каждый день у нас была более или менее разнообразная пища Хочу немного рассказать о приготовлении овсяной каши Это овсяная крупа Естественно она самая полезная Но она долго варится Примерно 40-50 минут При этом она сохраняет практически все свои полезные свойства Не у всех есть время утром столько варить ее Поэтому я чаще всего использую геркулес Его нужно варить около 15 минут Ну на крайняк есть такие быстрые минутки каши для приготовления Я ими практически не пользуюсь Но это прям когда вообще нет времени Вы там опаздываете или проснулись Но позавтракать обязательно надо Но эти каши быстрого приготовления Я не рекомендую употреблению Сейчас все хотят все быстро Быстро накачаться, быстро приготовить Так не бывает Если вы хотите действительно качество Нужно долго годами тренироваться упорно И долго варить кашу Я начинаю готовить свой плотный завтрак Так, пока варится овсянка Я делаю отжимания Возьмите для себя за хорошую манеру Отжиматься по утрам Как раз и кашка приготовилась Че, кашка? По максималке заправляю свою кашу Добавляю сюда еще и виноград Сейчас я приступаю к уничтожению Своего плотного завтрака Мой завтрак Это овсяная каша с орехами кешью Виноградом И заправленная медом На второй завтрак у меня сырники С вишневым вареньем И какао Приятного аппетита Овсяная кашка Это хороший источник клетчатки И сложных углеводов Которые будут насыщать вас В течение всего дня Завтрак у меня получается по времени Примерно с 8 до 10 часов утра В этот промежуток Плюс-минус И да Мой завтрак составил Примерно 1300 калорий Приступил я к уничтожению сырников Это отличный источник белка Утром Сырники у меня приготовлены Из 9% творога И кукурузной муки Ну что Мы закончили Завтрак чемпиона Теперь нужно Чтобы немножко Все это переварилось И можно дуть На тренировочку Сразу же после еды Я выпиваю Свою химку Это Рыбий жир Омега 3 он же Магний В6 И витаминно-минеральный комплекс Который Как я говорил ранее Я принимаю 2 раза в год Это перед зимой В основном И после зимы Вот и вся моя химка Друзья Витамины идут С высоким содержанием цинка Что особенно важно Для мужчин Пацаны уже здесь Здорово 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 И потом видос увидите Короче В сумме За тренировку Мне надо сделать С 300 подтягиваний Сейчас 286 Я даже не знаю Кому больнее Мне лежит Стильнее 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 Чертов король Друзья Становитесь дикими Вместе со мной Для этого Нужно всего лишь Подписаться На мой канал Дикие атлеты Никитос, Стас, встречайте вместе с нами. Все, подмяс, подсадка. Так, первая утренняя тренировка. 300 подтягиваний, 100 подносов пресса. Потренил вместе с парнями. Круто. Ну а дальше катим домой. После тренировочки, как перекус, я сразу же бахну банан. После тренировки настало время для плотного обеда. Обеду я в промежутке с часу до 3 часов дня. Приготовилось мое куриное филе. Я очень люблю еду на гриле. Это вкусно, полезно, без добавления масла. Вот, курочка получилась в собственном соку. Супер! Итак, мой обед готов. Сейчас я буду кушать красный борщ со сметаной, немного сала, зубчик чеснока и черный цельнозерновой хлеб. Именно под красный борщ я люблю кушать сало и чеснок. У нас сегодня такой настоящий мощный обед. Хочу сказать, что многие не употребляют сало из-за его высокой калорийности и наличия холестерина. Но на самом деле и я его много не употребляю. У меня порция порядка 30 грамм. Жиры, которые содержатся в сале, легко усваиваются нашим организмом и ускоряют обмен веществ. А вообще вы можете сами найти в интернете про полезные свойства данного продукта. На второе я залуплю отварная гречка с куриным филе, приготовленным на гриле. И салат из свежих овощей, зелени, сыром фита и заправленным маслом грецкого ореха. Приступаем к уничтожению. Мой обед закончен. Его калораж составил чуть более 1000, 1036 калорий. 15-30 на часах, небольшой перекус. У меня сегодня это кефир, 3,2% жирности и зефир. Также у меня это может быть чай, кофе с шоколадкой, йогурт, либо просто яблоко. Итак, мощный обед, полдник. Теперь я пришел в зал, немного потягать железо, пожать. Самую малость. Небольшая разминка на стадионе. Сейчас разминка, бег в легком темпе, 2 километра. Теперь идем качаться. 50 свингов, 24. Вес штанги 80 калорий. 50 килограмм. Сегодня нужно сделать 4 подхода по 20 повторений. Отдых между подходами до 5 минут. Единственное, что я не записал сегодня в свой дневной калораж, это аминокислоты. Я добавил немного аминокислот в воду. Я их пью только из-за того, потому что мне нравится их вкус. Я потырил их у жены. Она регулярно занимается, употребляет их. Ну, мне тоже нравится. Теперь обратный цикл. Делаю то, что я делал в начале, только в обратной последовательности. 50 бёрпи и затем 50 полных свингов гири 24 килограмма. У меня на ужин красная рыба форель, кабачки, грибы шампиньоны и перец красный сладкий. Овощи приготовлены на гриле. Да, Вика? Хочу рыбу. Ты хочешь рыбу? Но сегодня я не поделюсь с тобой рыбой. Нет. Нет. Это рыба для папы. Будешь? Да. Со сметанкой? Да. Вкусно? Да, вкусно. Покажи на камеру, что класс. Класс? Да. Покажи, скажи. И покажешь. Рыба класс. Что? Что съела? Она ещё просит. Ещё? Да. Но я так уже могу не записать сегодня свой. Все любят красную рыбу, понимаете, да? Немного о полезных свойствах форели. Эта рыба содержит незаменимые аминокислоты, витамины групп А, Д, В12, а также жирные кислоты, омега-3. В общем, это очень классная рыба. Каждый день, естественно, я её не ем. У меня на вечер может быть любая другая рыба. Также это может быть как котлета, как курица, куриное филе, то есть, либо грудка. Абсолютно не важно и не принципиально. Но иногда нужно, конечно же, кушать в своём рационе питания, включать и красную рыбу. Самое интересное, что весь этот ужин мой, всё, что на тарелке, содержит 400 калорий, около 400 калорий, потому что точно калории не рассчитываются. Приблизительно здесь 400 калорий. Из всех основных приёмов пищи в течение дня, мой ужин всегда получается самым низкокалорийным. Самый плотный это должен быть завтрак, потом с течением дня обед менее калорийный, ужин, естественно, ну и всё. Ещё какие-то дневные перекусы, конечно же, должны присутствовать в любом случае, но ужин всегда должен быть такой лёгенький. Это может быть как салатик какой-то, либо вот как у меня овощи на гриле. Приятного аппетита, друзья! Кстати, рыбу я приготовил самым простым и доступным способом, который я знаю. Я просто обмазал стейк немного солью, посолил и обмазал его сметаной сверху и снизу. И отправил в микроволновку на 10 минут. Вот так получилось, просто супер! Ужинаю я примерно в промежутке с 6 до 8 вечера. Наш ужин окончен. Это было очень вкусно, да, доча? Давай. Поухаживай запасный. Давай я ручки вытру. Спасибо. Как он всё сказать? Спасибо жене. Спасибо не надо, данного видео бы не было. Это было максимально вкусно и полезно. Сразу после ужина я принял этот витамин. Буквально 3 капли. Напишите в комментарии, как вы думаете, что это за такой витамин? Я вам дам подсказку. Его желательно употреблять жирной пищей. Тот, кто первый угадает, я поставлю лайк под этим комментарием. Ну, естественно, всё станет ясно. Ныряй, ныряй. Ныряй. Мам! Мы отковыряем это. На. Я тебя сюда не пущу, это мой бассейн. Нет, нет, это мой бассейн. Нет, это мой бассейн. Субботу он наденет. Ну, ты посмотри. 80. Восьмой бассейн. Пусяк. Есть! О! А! Есть! Хочу! Быстрей! Спасибо! Спасибо! Это последний приём пищи у меня на сегодня. За полтора-два часа до сна. Творог с бананом. Двухпроцентный творог. 100 грамм. И банан 50 грамм. Чай. Кипрей. В простонародье, получивший название, известный как Иван-чай. В нём высокое содержание витамина С. Примерно в 6 раз больше, чем в лимоне. Также этот чай является кладицем полезных веществ. Вот так вот. Помимо всего прочего, этот чай, кипрей, на самом деле довольно вкусный. Вот, ну, на самом деле, очень вкусный. Это натур-продукт. Я нашёл человека, который занимается сбором, ферментированием данного чая. Ну, и я делаю регулярно у него закупки этого продукта. Я пробовал покупать его в аптеке, в обычных торговых магазинах. Ну, это совершенно не то, когда человек занимается своим ремеслом, так сказать, насобирал, листочки, всё отферментировал. Вот, супер. Натур-продукт просто отличный и полезный, к тому же. Калорийность последнего перекуса, последнего приёма пищи у меня составила около 120 калорий, что сущие пустяки, на самом деле. Всё, окончен наш дневной рацион питания. Нужно подвести итоги. Давайте подытожим. В моём видео практически не было сладкого, но это не означает, что я его ли ем. Иногда я его ем даже чересчур много, а зачастую попросту сладкое заменяю либо фруктами, либо сухофруктами. Свой рацион питания на видео я постарался сделать максимально насыщенным. Я всегда придерживался того, что можно съесть какую-то вредную пищу, и в этом нет ничего плохого. Но помните, её нужно отработать, сделать одно лишнее повторение в каждом упражнении на тренировке, пробежать один лишний круг и так далее. Дело в том, что когда усердно тренируешься, можно позволить себе немного больше, чем человек, который ведёт пассивный образ жизни. Поэтому занимайтесь спортом, держите себя в тонусе. Ну а с вами был Дикий Лось, один из моих рационов питания на день. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Вам не сложно, мне приятно. Тренируемся и развиваемся вместе. Всем пока!